Всем привет! Сегодня я записываю видео, как и обещал, на камеру iPhone Max. Кстати, я буду называть его iPhone Max, не iPhone XS Max, не iPhone XS Max, не iPhone XS Max, потому что все и так понимают, что такое Max. Это один-единственный смартфон с таким названием. Просто iPhone Max, что всем было понятно. Записываю видео на его камеру, потому что обещал, что некоторые такие видеоблоговые записи будем записывать на его камеру, дабы понять, как он записывает видосы, как он записывает стереозу. Для меня это лично очень сильно важно. Сегодня мы говорим на тему быстрой зарядки айфонов. И я на днях здесь поразмыслил, подумал, что происходит с быстрой зарядкой у айфонов. Почему все так очень странно? Почему такой бомжатский комплект? И у меня в голове появилось три теории, которые перетекают одна в другую и как бы логично завершаются. Сегодня я постараюсь с вами поделиться своей мыслью. И возможно многие из вас подумают, что это действительно мысль не лишена логики. Погнали! Как вы знаете, айфоны теоретически поддерживают быструю зарядку. Правда, для того, чтобы эта зарядка совершалась, ну скажем так, быстро, вам нужно произвести некоторые действия. Во-первых, вам нужно купить абсолютно другой зарядный кабель. Это кабель Lightning на USB-C. Единственный официальный кабель компании Apple, который поддерживает стандарт, скажем так, Power Delivery. Ну как бы повышенной вот этой зарядки, да. И также вам нужно приобрести один из некоторых блоков питания, которые продаются на сайте компании Apple. Это блок питания от iPad Pro на 29 Вт. Либо же это блок питания от MacBook Pro 13 дюймов. Это 61 Вт. Либо же от 15 Pro, как у меня, на 87 Вт. Все вот эти блоки питания в привязке с этим кабелем позволяют вам теоретически заряжать ваш смартфон, новый смартфон компании Apple с нуля до 100, не до 50% приблизительно за 30 минут. И здесь сразу возникает вопрос. Почему такое жлобство? Почему не сделать нормальную быструю зарядку в комплекте? И первая теория, которая приходит всем на ум, всегда причем, это просто компания Apple с жлобой и хотят побольше заработать. Я так считал тоже до недавнего времени, пока не понял, что на самом деле, наверное, это не так. И вот почему. Обратите внимание, когда компания Apple пытается заработать на своих пользователях, она предоставляет им готовый продукт какой-то. Какой-то бандл, который можно спокойно купить, в котором не нужно разбираться. Вот доказательства. Убираем 3,5 миниджек из айфонов. Держите AirPods, господа. Покупайте. Продажи зрителей до небес. Выпускаем новые макбуки без переходников для карт памяти. Вот вам фирменные переходники. Продажи взлетают до небес. А что же касается быстрой зарядки? У вас есть знакомые в большинстве, которые купили себе вот такой вот трудный-трудный бандл, отдельный кабель, отдельный блок питания? У меня таких знакомых нет. То есть здесь уже с продажами что-то не то. Это явно-таки не Apple Way такого способа заработка. Это какой-то странный бизнес-кейс, когда Apple пытается заработать на нас. Она делает очень доступное решение. Она его рекламирует. Она его везде преподает. Вы можете спокойно прийти и без проблем и каких-либо разбирательств это все купить. Но с быстрой зарядкой это все не так. Потому что если посмотреть, в принципе, как заряжаются айфоны даже при идеальных вот этих условиях, то понимаешь, что если сравнивать это с конкурентами, то это никакая не быстрая зарядка. Это просто банальное увеличение напряжения. Не больше и меньше. Там нет ничего интеллектуального в этой зарядке. То есть когда вы приходите в магазин компании Apple в Apple Store и говорите продавцу, слушай, мне нужна быстрая зарядка для моего айфона, тут-то начинается все самое интересное. Потому что если бы такое решение было, как бы удобное, как все мы это привыкли видеть, то тебе бы сказали, да, держи. Но нет. Продавец начинает немножко вилять хвостом. Начинает говорить, ну вы понимаете, есть нюансы. Для этого нужен, во-первых, вот тот кабель, во-вторых, вот тот блок питания. Да и то условия должны быть такими, что заряжаться он будет типа от 1% до 50% за полчаса. Дальше он будет заряжаться, как обычно, медленно. И желательно, чтобы экран у смартфона был выключен, чтобы не включался смартфон и так далее и тому подобное. То есть это не бизнес-кейс компании Apple. Apple никогда не продавала геморрой. Если она хотела заработать на человеке, она давала какое-то комплексное решение. И здесь мы переходим плавно ко второй теории. В чем же на самом деле проблема с быстрой зарядкой? И мне кажется, что проблема в быстрой зарядке Apple заключается как раз в том, что компания банально не смогла или же не успела вовремя подготовить такую технологию. Ну то есть банально не успела этого сделать. Почему? Возможно, есть какие-то проблемы со стандартами безопасности. Потому что это очевидно. Apple ограничивает свои смартфоны от быстрой зарядки, чтобы не было проблем с деградацией аккумулятора, чтобы не воспламенялись. Да, другие производители, которые делают Android-смартфоны, они справились с этой задачей хорошо. Быстро заряжаются. Все прекрасно. Все довольны. Однако были инциденты. Все вы прекрасно помните. Если компания Apple посмотрела, что произошло с Galaxy Note 7, там, наверное, был сразу же звонок всем директорам. Так, стопе. Давайте еще раз перепроверим нашу технологию. Насколько она безопасна? Насколько мы можем увеличить скорость зарядки смартфона, чтобы сказать, что она у нас быстрая? И что мы можем продавать готовое решение? Такого я не видел. На последней презентации последних айфонов я даже не слышал ни слова про быструю зарядку. Компания красиво умалчивает об этом. Если вы заходите на сайт apple.com и пытаетесь понять, какую быструю зарядку купить для айфона, то вы увидите, что все вот эти вот упоминания быстрой зарядки, они очень сильно завуалированы. Они спрятаны вообще где-то в мелких строчках серым шрифтом под описанием блоков питания. То есть это просто как альтернативное решение, как выход из ситуации не очень популярный и не очень удобный. Потому что если вы посмотрите на размеры этих блоков питания, на эти кабели двухметровые, то понимаете, что это вообще не мобильное решение. То есть это не вариант. То есть вторая теория заключается в том, что компания Apple банально пока еще не справилась технологически с быстрой зарядкой в своих аккумуляторах. Устройство становится сложнее, тоньше. Туда пичкается огромное количество разных датчиков и прочих элементов. И скорее всего компания Apple просто еще не осилила эту технологию, чтобы прям выйти на рынок и сказать, да, у нас супер-мега-быстрая зарядка. Вот как бы так. Но здесь есть еще третья и очень интересная теория. Она связана с бесконтактной зарядкой. Мы уже не первый раз говорим про вот эти дощечки AirPower, которые задерживаются. И мы видим, что компания Apple работает именно в этом направлении. Я думаю, что многие из вас не раз слышали такой интересный слух, что возможно 11 iPhone будет вообще без проводов. То есть его надо будет заряжать только по бесконтактной беспроводной зарядке. И здесь третья теория нам говорит. Если это так действительно и будет, то какой смысл компании Apple вообще разрабатывать проводную быструю зарядку? Ну то есть какой смысл создавать какую-то вот для себя новую тему в смартфоне, от которой придется через два года отказаться? Ну логично ведь, согласитесь, если 11 iPhone выходит вообще полностью беспроводным, без штекера под Lightning и будет заряжаться сугубо от дощечки AirPower и от каких-то других аксессуаров. И делать это будет действительно революционно и быстро. То зачем все эти предыдущие годы было запариваться над проводной быстрой зарядкой? Тоже как бы в этом есть доля логики, согласитесь. Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу вот этих трех теорий, которые я вам сегодня изложил. Также напишите, как вам качество видеозаписи на iPhone Max и качество звука. И у нас еще предстоит там разбор камер в принципе. Я сравнил этот смартфон сегодня по камере с Galaxy Note 9. Записал небольшой видеоблог с двух смартфонов. Будем чередовать эти видосы в следующем выпуске, когда соберем это видео. А пока вот так. Пишите в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!